как говорится хоп и принял человеческий вид привет пацаны короче рассказываю тормозов не было они были прямо в самом самом низу цилиндр тек бачок потек и сразу мы начали с небольших модификаций что у нас здесь куплено производительный двухпоршневой цилиндр gzx100 вот такой вот цилиндр лучше всего подходит на вот такие вот атмо клячь только красиво смотрится сверху падает вот короче единственный нюанс что нам нужно будет снять бачок вот этот вот и поставить свой потому что этот не будет залазить дальше вакуумный усилитель тормозов более мощный рассказываю как он правильно выбирается выбирается он следующим образом вам нужно вы можете покупать неважно turbo атма любой главное чтобы вот эта вот часть вот этот шов он был ближе условно говоря к щиту до к двигателю вот то есть они бывают вот такие где шов там посередине идет или вот здесь вот шов не работает надо вот этот маленькая часть задняя желтная часть которая к натурному щиту идет она большая дальше шлантики естественно новенькие никакого контракта жижка лукойл почему лукойл в принципе нормально себя проявила на дрифтовой альтезе на моей и мы все равно будем перебирать потом суппорта в круг и возможно перейдем на что-нибудь другое например насекаем но это пока не точно короче погнали теперь по леске дать педальку тут обшивка вот меня прям стойкое чувство что здесь никто никогда не лазил ставлю фонарик сейчас мне кажется тут будет стеклянный дождь из осколков вот она красота накопленная за годы эксплуатации но не так все и страшно самом деле как там говорится гайки крутятся дело мутится и такое бывает всеми любимая энергия и покупка века не знаю ну что здесь состояние все рабочего на ли нет но я купил как вы видите калькулятор а все почему а все потому что вот этот паренек работает как настоящий полурак работает температура работает уровень бензобака обороты не работают спидометр работает как-то некорректно короче надо было его менять единственное что конечно чем он мне нравился что здесь разметка у нас было видите да до 9000 вот соответственно типа г гоночная может обычная до 8 лет такая ну и что поделаешь цена 3 3 500 4000 калькуляторы чуть подороже но что не сделаешь для себя же тачку собираешь правильно мне еще очень нравится спидометр тем что смотрите вот чуть что сразу 6000 оборотов у него либо 6 либо нисколько капитальный гонщик опять 6 привет чина приехал проверить толстого тюнингатора все весь в марках своих как глянешь на все в марках вот тут вообще все и влад и кристина и марки и собачки и все вообще кого только нет привет тут все да опять вся гоночная команда в горе жрет тварь вместо чтоб тачку делать привет полу начал автомойка закрывалась ништяк и чё здесь происходит вот она белая стена тут что-то происходит везде что-то происходит косу на ремонт косу на ремонт просто решу поменять просто вялый гряблый можно потому в пластик засунуть нет черные но их нет это вообще по мне по мне вот это вообще плохая история в такой неверных джипишников просто термос а ты чё джипишник ну вот заткнись тогда щенок вот горит рабочая схема тачку вместо шпаклевки до ремонтировать вот белой пленкой берем покажи вот покажи мастер-класс хочу показывать вот никакой пены до не то шпаклевки максимально экологично заклеил и все мамкины перекупы берем как говорится на заметку правильно и и самое главное я думаю что толщиномер по-любому не будет ее пробивать да так что можно даже не доставать его и не показывать красота для тех кто хотел заглянуть под юбку калькулятору если его скажем так не полную разборку произвести он выглядит так верхняя рамка вот у тебя коса на основное стекло эта штука которая дает красивый цвет и и вот она внутри уровень топлива здесь прикольно есть раздел не только километры но и мили что дальше еще интересного и ктс но все это понятно топлива вот тут у нас шкала на грошу 192 тысячи был наконец-то его видно у брата не видно на марке надо будет ему тоже обратно обязательно сделай разбери разбирается не так уж сложно немного надо вот ну и все сейчас соберем должно быть красиво что дальше дальше прибор очка надо было повернуть вот это стекло которому которым было очень плохо и что могу сказать задача выполнена стеклышко прям огонь я доволен дальше само стекло то же самое все было забрызгана где-то в малярке все это дело лежало все было забрызгана ужасно жутко брызгами от краски от лака еще чего-то все это дело мы убрали мелкие листы остались прям очень глубокие но так в целом прям огонек короче собираем саня все это дело подкидывает ну и и будет огонек и мы будем на калькуляторе дальше за дэшечка настал твой черед то же самое отвозим миша миша все ставят и то у нас стелс у нас полностью все настраиваем а программируем а подготавливаем а короче схема рабочая так что одно отвозим второе ставим ночные движения не знаю че случилось дверь перестала закрываться поэтому я езжу в таком формате веселье нет ненавижу такое говно ну реально так живем вот так вот и живем давай закрывайся ну ничего мы тебя починим кресточка все будет круто немного отойдем от тематики старых ретро автомобилей и переместимся в наш уютный грязный засранный гаражик что здесь новенького кроме хлама и старых запчастей а здесь у нас есть хорошенький календарь и катма суммы не знаю как насчет запчастей но и качество тормозных колодок ух какая но календарь и у них таки до силовые календарь и добрый вечер сюда-сюда чинозас значит он с дрифтом с летним у кого-то он есть у кого-то нету как секс у кого-то есть у кого-то нету или баба вот тачка у нас есть а дрифта пока нету по старым договоренностям с мишей ли вот воспользовались админресурсом он 20-го пролетел с рдс европы и любезно согласился поставить новый комп вальтезу шку матушку как здесь можно наблюдать раз два три четыре пять фишки ни к чему не идут свято место пока что пусто потому что power russia старый добрый я продал вот кстати я не знаю там все вот power russia говно старый комп кому нахер нужен но сотый может быть никому не нужен а на 90 там такая очередь была просто лист ожидания пришлось оставлять короче продал его и продал у миши купил вот это вот на но эра супер продвинутый комп для не самых богатых гонщиков стелс писям не комп нормальный абсолютно все работает уже проверенный конфиг проверенный конфиг нет да короче поставим все короче поставим настроем вот миша не обещал поставить мы его поедем настроем и должно все валить жужжать и наконец-то радовать посмотрим будем посмотреть у нас такая история получается что дачка чисто как поезд до задние не врубает если мы повернем не туда а мы сука повернули не туда я думал да вот вот пацаны знаменитые березовские гаражи где вот раньше были отстойники людей убивали а мы все остальное вот мы сами сюда приехали по своей воле на правое стропа провалов охрененно не выдержал нагрузочку стропа ты скажи ему пойдем посмотрим я тебе говорил ты мне говорил а че ты тогда плохо прикрутил да блин нормально прикрутил я думал что наоборот наружу чтобы не сваливалась а у нас вот покажи а у нас вялый у нас вялый и хорошо что это случилось где и на скорочке да не на трассе не на скорости а тогда когда мы едем кайфуем на природку смотрим что-то как-то я слышно кайфовал от этой природки слушай ну мы ничего не потеряли мы тут на стендс движухах вот посмотрите вот здесь это расстояние вот он стендс движуха два пальца от бампера два пальца ТС-245 проверяем ходовые качества Тойоты Альтеза так парков цепляет надо завышенные делать стропа скрепит порток скребет бампер в стиле дает не ну стендсовый стендсовый нормально мишенька мы тут я не знаю куда приехали тут короче дорога почти закончилась камри стоит свежая дом тут строится все ты выйди пожалуйста по машинам рукой вот ладно Миша я мог встретить здесь но тебя тебя откуда ты кого хера здесь делаешь здорово офигеть попали блин а в логово просто Ниссана все хорошей дороги короче ворвались все таки да в логово Ниссанов а тут а тут коленвал о хорошо хороший коленвал синенький главный ровный да что там еще только алюминия вот коллектор 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 тут под вебенд главное чтоб качество было не коллектор кассистов конечно швы даже такие вроде да без окалины АЛКУ звучит жизнеутверждающе аээээээээе что ещеhere покажи братом покажи что еще там есть это не твое просто устроился в камеру хранения это нормально короче роман привет привет добрый вечер на я помню ну тут тут было масляное голодание ответ голодание точно не страдает посмотрите как поршни работали качественно хон присутствует до трещина присутствует есть дубина под под этот мотор короче который должен быть потом ему комплект переходников и вот это сам все знаешь протопленная система инжакторы дешверкле тысячные к ним соответственно ну сам видишь что пины в придачу новенькая абсолютно даже не вскрытая мишенька пойдет теперь регулятор вот так я рассказывал многопортовый в нашем случае конечно это не нужно все как это не нужно много порту ну да но это запас ты сам знаешь запас это дело такое оригинальный красивый стоит сейчас нынче до хера так ему демпфер пульсации еще там кто-то захочет пульсировать двигаться там скачкообразно короче тоже найдешь куда поставить вот мы собственно говоря все поболтать поболтали поржать поржали новостями обменялись ждут миши отмашки по ходу подкинем еще кучу всякой тенящей сюда ну и соберем мы мотор по хабаровску на старой тойоте дави на газ по районам убитым районом уносит нас звуки мусорской сирены смотри по зеркалам по хабаровску на старой тойоте убитый в хлам по хабаровску на старой тойоте убитый в хамаровску на старой туалет